Итак, дорогие друзья, начинаем наши техники БТММ, вернее, продолжаем работать с передней частью тела человека. В данном случае мы будем делать, в этом ролике покажу, как мы делаем грудь. Смазываем, естественно, грудную клетку вместе с плечами и с участками шеи. Тоже не будут входить в этот процесс массажа. В принципе, это участок тут мало мышц, по сравнению с ногой или с рукой, поэтому здесь ничего такого сложного не будет. Масла достаточно. И теперь мы сразу все растерли, размяли, человеку дали понять, что мы с ним, мы рядом, он привыкает к нашему действию рук, и сразу по ребрам, а ребра идут вот такой дугой, то есть в этом направлении пальцами между ребрами, вот так вот, с такой лёгкой вибрацией проходимся от центра к периферии. Сразу переходим на грудную, большие грудные мышцы, которые вот начинаются возле грудины и идут вот туда, к плечу, вот таким пучком получается. Вот мы поэтому вдоль этого пучка продолжаем растирать и растираем непосредственно саму ключицу. Переносим трение на всю грудную мышцу, на плечо тоже его затрагиваем, и дальше большие массирующие движения, как вы видите, я может приподнимаю, да, и эту складку вот так вот накатывается на неё, вот. И плечо тоже захватываем во время этого процесса. Дело в том, что, вот, почему в ту сторону делаем, потому что там лимфоузлы, да, то есть мы опять же лимфу голем к лимфоузлам. Клечо, заменили руку на лапу леопарда и пожелающего, вот так вот, масла должно быть достаточно, чтобы волоски у человека не дергались. Вот, сразу видно покраснение, гипертрофика тканей увеличилась, это хороший признак, трофика отличная, кровообращение хорошее. Тукор кожи в норме, с чем я вас и поздравляю. Вот, достаточно жестко тоже может, грудные мышцы большие. Кстати говоря, и женщинам, и мужчинам делаются одинаково. Ну, женщинам немножко добавляем, когда молочную железу, да, то их вот отдельно, вот такими вот волокнами, проходим в сторону соска. Вот, если же, для женщин, да, делаем, и мягко там разминаем. Неподробно не буду на это сейчас показывать, это надо на женской модели все это сделать. Переносим руку на сплетение солнечное, да, и вот этими пальчиками раздвигаем мышечные волокна от кости. То есть у нас грудина получается кость, средний палец идет по ней, массирует, да, а боковые вот два пальца получается вот такое движение. Вспоминать, когда мы делаем два палеопарда, мы тоже там часто вот так вот делаем в сторону. Да, да, потренируйте на себя. И разводим плот до ключевых, вот так включить, здесь вот мышцы тоже проработали. Тут, кстати, между ключицей ребром короткие мышцы, которые могут сдавливать лестничные мышцы шеи, и это может сказаться на главных болях, поэтому его тоже надо этому месту обратить внимание. Только ключицы. Вот, а вообще это движение по принципу моей, по моему знаменитому принципу экономики, массажиста, мы используем для того, чтобы обойти человека. Помните, я вам говорил, чтобы лично разруху не отрывать, да, чтобы он чувствовал ваши касания, и чтобы лишний раз не обходить им, не бегать туда-сюда, вокруг стола, да, просто так, а то взял масло здесь, тут намазал, потом побежал, оттуда, вошел, там растер. Есть такие массажисты, поверьте, глупо какие-то лишние, лишняя суета не нужна. Поэтому, вот этот прием я делаю для того, чтобы пойти человека в эту сторону, да, вот тут переворачиваю руку, делаю в другую сторону, обхожу, и я готов переменить то же самое уже с другой стороны. Вот, легко поминал позу. Некоторые даже говорят, что, ой, я даже не знаю, сколько сторон со стола находишься. Ну, может, можно как комплименты. На самом деле, да, это же, когда вы делали методы, закрывал глаза и терялся, где вы, если стоите, откуда вы, да. Вот, когда человек теряется, это вообще хороший плылин знак, хороший показатель. Почему? Потому что, значит, он отключился, мозг отключился человеку, он не должен контролировать вас. Да, он должен ослабляться, должен положить удовольствие, должен получать результат. так я специально обошел чтобы просто камеру было видно что мы дальше делаем переходим к шее берем до свежей на мышцы хватом их пальцами но тут уже мягенько массируем сторону от головы к центру именно почему потому что да и так можно да и вот такими движениями но я просто между пальцами такой большая дрожь получается массажный прием да как ножнички почему потому что лимфоузлы вот тут вот тут вот тут и по вот этим отсюда вот они спускаются все его туда подключиться там находится под грудину там загрузил находится большой лимфатический контейнер где собирается все вот это вот вы знаете да это очистительное сооружение нашего организма она должна сбрасывать все переработанные материалы да вот она там сбрасывает и потом дальше в кишки уходит через пот выходит через кожу так затрагиваем соответственно вот эти места под скулами под челюстью но мягенько чтобы не прижимать левку узлы саму грудину можно достаточно сильно массировать и достаточно жестко тут находится энергетический узелок такой который ну так скажем давайте назовем акупунктурная зона которая дает энергию всей клетки всем орган который внутри находится тут можно найти под бугорком можно достаточно сильно пробить даже про встречать спускаемся сюда к ребрам и под ребрами мягкими движениями чтобы человеку не было щекотно любовно обнимаем ребра снизу переходя дальше к массажу живота который мы рассмотрим в следующем видео ролике поэтому подписывайтесь на наш канал смотрите нас на ю тубе а еще лучше присутствие на тренингах